Привет, дорогие друзья! Рада видеть вас у себя на канале. И сегодня у меня для вас очередная подборочка блюд. Показываю, что я приготовила для своей семьи на ближайшие два дня. Напоминаю, что я никого не учу готовить и никого ничем не пытаюсь удивить. Сегодняшнее меню действительно максимально обычное. Я думаю, что практически все блюда вам точно знакомы. Итак, сначала занимаюсь подготовительными работами. Мне нужно запечь картофель. Для этого я его заворачиваю в фольгу и отправляю в духовку. Картофель мне понадобится для приготовления винегрета. В качестве салата на ужин у меня сегодня будет винегрет. Ну и сразу же занялась приготовлением обеда. На обед я сегодня готовлю два блюда. Первое блюдо это будет незамысловатый супчик с клетками для меня и детей. Курицу я отварила еще с вечера, поэтому сегодня мне остается только процедить бульон. Просто чистой водой довожу бульон до нужного мне количества и ставлю кастрюлю на огонь. В это время занимаюсь подготовкой овощей. Нам понадобится картофель, лук, морковь, ну и конечно же куриное филе, которое было заранее отварено. Можно нарезать его кубиком, брусочками, как вы любите, абсолютно не важно. Я его просто рву на волокна. У меня вот дети как-то именно в такой форме мясо в супе едят лучше. Буквально одну луковицу нарезаю кубиком, морковь тру на терке, ну и картофель тоже нарезаю кубиком. Бульон у меня закипел, появилась первая пена, ее конечно же снимаю и закладываю картофель. Пока картофель варится, я сразу же сделаю зажарку. Этот этап конечно же по желанию, зажарку можно и не делать, можно отправить потом в суп морковь и лук в свежем виде. Ну и делаю для супчика клетки. Разбиваю одно куриное яйцо, немножечко присаливаю, добавляю одну столовую ложку молока и далее довожу мукой до нужной мне консистенции. Мука разная, поэтому четких пропорций нет и я сама постоянно использую абсолютно разное количество. Поэтому тесто корректирую мукой уже по ходу приготовления. Когда картофель отварился до полуготовности, отправляю в суп зажарку, добавляю соль, добавляю какие-то специи. В основном для приготовления супчиков я использую специи хмели с сунели. Мне кажется, эта приправа подходит практически в любые супы. Далее сразу же подготавливаю зелень, у меня немного петрушки и укропа. Ну и когда картофель уже сварился, отправляю в бульон клетки. Беру небольшое количество теста столовой ложкой, опускаю в кипяток. И если клетка всплывает, значит консистенция теста как раз то, что нужно. Если клетка распадается, значит нужно немножечко домешать муки. Я как раз добавляла еще буквально полторы столовые ложки. И когда я вижу, что клетка получилась, она всплыла, тогда я уже постепенно отправляю все остальное тесто. Сразу же отправляю в кастрюлю курицу, добавляю лавровый лист, добавляю перец горошком. Пару минут буквально все это варится и добавляю зелень. Ну и супчик наш готов. Он получается легкий, но при этом достаточно сытный. Ну и многие дети его любят. Далее я занялась приготовлением обеда для мужа. Это будет жаркое. Обычно я его делаю в глиняных горшочках в духовке. Но его точно так же можно сделать и просто в сковороде на плите. В жаркое я буду добавлять морковь. Ее я нарезаю достаточно крупными кусочками. Четверть кольцами нарезаю лук и также нарезаю картофель. Картофель я решила нарезать своим новым фигурным ножом. Очень мне понравилось. Смотрится красиво, эффектно и прям даже какую-то изюминку в блюдо добавляет. Не знаю, насколько его хватит, как быстро он затупится, но пока режет хорошо. Итак, на разогретой сковородке на растительном масле обжариваю мясо. У меня это свинина. Довожу его до прям таких зажаристых корочек. Далее я добавляю лук. Обжариваю еще пару минут вместе с луком. Добавляю морковь. Вместе с морковью тоже все это пару минут обжариваю. Добавляю картофель и добавляю болгарский перец. У меня перец замороженный, нарезанный соломкой. В принципе, сюда можно добавить абсолютно любые овощи, какие вы любите. Кто-то добавляет еще и брокколи, и стручковую фасоль, и кабачки. Но с кабачками, мне кажется, уже получается овощное рагу. Далее я добавляю соль, перец, добавляю приправу для мяса. Все это хорошо перемешиваю. Еще буквально пару минут все вместе обжариваем, чтобы все вкусы и ароматы подружились. Ну и далее я добавляю небольшое количество воды. На достаточно большую, как видите, у меня сковородку я добавила буквально пол-литра. Оставляю под крышкой на небольшом огне тушиться до полной готовности овощей. Пока у меня готовится обед, я решила быстренько приготовить десертики для себя, потому что для семьи обычно я делаю какие-то вкусняшки, а для себя крайне редко. Приготовление максимально простое. Берется чайная ложка желатина, добавляется чайная ложка растворимого кофе, вливается 200 мл молока. В отдельную емкость я выкладываю пачку творога 180 грамм, у меня, по-моему, 5%. Добавляю чайную ложку, такую прям с горкой какао-порошка, не сладкого. И добавляю сюда сахарозаменитель. Я использую фит-парад, но можно использовать абсолютно любые сахарозаменители или вообще добавить сахар. Далее ставлю ковш с молоком, желатином и кофе на огонь. И постоянно помешивая, довожу его до горячего состояния. Ему не нужно давать закипать, он должен быть просто горячий. То есть, как только я вижу, что появляется пар, значит уже можно выключать. Далее эту горячую молочно-кофейную смесь я вливаю в творог и тщательно перебиваю все блендером до однородности. Переливаю всю эту смесь в банки, в которую я буду убирать в холодильник. И, собственно, из которой я буду десерт этот кушать. И убираю в холодильник, нужно где-то полтора-два часа для того, чтобы десерт застыл. В это время жаркое уже практически готово. Овощи все мягкие. И я добавляю сюда 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляю также сюда лавровый лист, перец горошком, немного зелени, в моем случае это петрушка. И буквально еще 2-3 минутки даю потомиться. Ну вот и все, жаркое готово. Оно очень ароматное, красивое. Овощи все максимально протушенные, мясо расходится на волокнах. Совершенно не хуже, чем если бы мы его приготовили в горшочках. Ну, а на сладкое для своей семьи я решила сегодня приготовить торт пломбир для выпечки. И на самом деле торты, это, наверное, единственное из кулинарии, что мне, ну, никак не дается. Сколько бы я их не пробовала делать, ни одного торта у меня ни разу не получилось. Все время что-то идет не так. И этот раз не был исключением. Я так предполагаю, что мне попалось не очень качественное сливочное масло. Хотя, возможно, я сама какую-то совершила ошибку. Для приготовления торта пломбир без выпечки мы берем муку, добавляем сахар и натираем целую пачку сливочного масла. У меня масло было 82,5% от фирмы молочная станция. Чуть позже покажу, почему я решила, что дело именно в масле. В общем, делаем обычное банальное песочное тесто. Просто перетираем масло вместе с мукой в такую песочную крошку. Далее эту крошку нужно поджарить на сковороде, постоянно помешивая. Она должна в какой-то момент начать менять цвет на золотистый. Должен источаться аромат свежей из печеного печенья. И это будет показатель того, что крошка готова. Но, как видите, у меня крошка начала очень сильно комковаться. Масло начало как будто бы таять на сковороде. И я уже дальше не стала держать крошку на сковороде, пока она у меня полностью не превратилась в один сплошной масляный комок. Убрала тесто со сковороды и занялась приготовлением крема. Для приготовления я беру 2 куриных яйца, добавляю сахар, добавляю ванильный сахар, добавляю немножечко крахмала. Все это перемешиваю до однородной консистенции. Далее сюда я добавляю 2 банки сметаны. Аккуратно вмешиваю сметану в яичную смесь и ставлю на небольшой огонь. Постоянно повешивая, доводим крем до загустения. Я показываю, какой он должен стать консистенцией. Выключаем огонь и добавляем сливочное масло. Тщательно вмешиваю сливочное масло в крем, переливаю его в тарелку, закрываю пленкой в контакт и убираю его в холодильник остужаться. Это не обязательный этап. Можно использовать и горячий крем, но мне почему-то подумала, что с холодным будет удобнее. Пока крем и крошка остывают, я решила подготовить ужин и поставить его в духовку. Буду готовить сегодня куриные голени с булгуром и овощами. Максимально простое блюдо и булгур можно заменить на любую крупу, какая вам нравится. И рис, и гречка, и перловка. В куриные голени добавляю соль, добавляю немножечко хмели-сунели, немножечко чеснока сушеного, немного паприки. Паприку взяла копченую. Ну и заправляю сметаной. Можно майонезом, как вы любите. Если у вас также нет времени на то, чтобы ждать, пока курица хорошо промаринуется, можно просто затыкать ее ножом для того, чтобы дать возможности маринаду лучше проникнуть в мясо. Далее подготавливаю булгур. Я отмеряю его какой-то одной емкостью, чтобы потом знать, сколько нужно добавить воды. Булгур хорошо промываю в проточной воде. Выкладываю его в форму для запекания. Разравниваю равномерным слоем и добавляю овощи. Овощи могут быть абсолютно любые на ваше усмотрение. Вы можете собрать их так же, как я по отдельности, а можете использовать просто готовую мексиканскую или какую-нибудь другую смесь. Я добавила стручковую фасоль, замороженную кукурузу и планировала добавить замороженный горошек. Но уже во время приготовления заметила, что горошек у меня замороженный закончился, поэтому решила добавить консервированный. Немного сомневалась в этом решении, но консервированный горошек блюдо нисколько не испортил, отлично вписался. Далее все это сверху присаливаю и добавляю несколько малюсеньких кусочков сливочного масла для аромата и для большей такой сливочности во вкусе готового блюда. Заливаю все это водой в пропорции 1 к 2, то есть кружка улгура, 2 кружки воды. Ну а далее сверху выкладываю замаринованные куриные голени. Накрываю все это фольгой и отправляю в духовку. В это время и крем и крошка в холодильнике уже немного подостыли, и я решила, что можно собирать торт. Первым слоем я выкладываю песочную крошку. Она, конечно, должна быть более поджаренная и рассыпчатая, у меня она все-таки немного сыровата. Я ее немножечко утрамбовываю в надежде на то, что она не размокнет под кремом и будет потом в итоге держать форму. Но именно это моя надежда и не оправдалась. Ладно, в общем, в итоге покажу, что получилось. Сверху на крошку выкладываю крем, потом снова крошка, потом снова крем. В общем, чередуем все слои, пока у нас не закончатся какие-то ингредиенты. Верх тортика можно вообще ничем не украшать, можно оставить просто верхним слоем крошку, можно сделать тертый шоколад, ну а я решила украсить орехами кешью. Убираю торт в холодильнике, ему нужно постоять там хотя бы часика-два. Достаю из духовки ужин, он в принципе уже полностью готов, теперь нужно дать ему только немножечко подрумяниться и приобрести аппетитный вид. Ну и вот такая вот красота получается. Это, наверное, одно из самых незамысловатых блюд, с которого можно комбинировать очень много вариантов. Это может быть абсолютно любое мясо или части курицы в разных маринадах, абсолютно любая крупа и совершенно разные овощи. То есть комбинации может быть невероятное количество, и у вас будет постоянно новое блюдо получаться. С булгуром получается особенно классно, он такой рассыпчатый получается и очень нежный. Ну и все, что мне осталось сегодня приготовить, это винегрет для ужина. Для этого я просто нарезаю все овощи. Я их подготовила с вечера все, кроме картофеля, поэтому сегодня нужно только нарезать. Нарезаю запеченный картофель, отварную морковь, отварную свеклу, добавляю маринованные огурчики, добавляю маринованную капусту, добавляю баночку молодого зеленого вкусного нежного горошка и заправляю все это солью и растительным маслом. Перемешиваю и винегрет готов. В идеале ему, конечно, бы тоже дать постоять пару часов, настояться, так сказать, тогда он будет вкуснее. Мой низкокалорийный десерт к этому моменту тоже уже застыл. Я для большей аппетитности украшаю его сверху также несладким какао-порошком, немножечко добавляю банана и буквально горсточку миндаля. Как по мне, получается просто обалденная вкуснятина. Особенно мне нравится в этом десерте сочетание двух текстур. Вот этой творожной воздушной массы, немного с пузырьками внутри и твердых орехов. Ну и тортик тоже у меня пару часов в холодильнике постоял. Снимаю кондитерское кольцо. Внешне все красиво, так как я и ожидала и должно было быть, но так как песочная крошка была не дожарена, то есть, соответственно, она была слишком мягкая, она, естественно, очень сильно напиталась кремом и как таковых коржей не получилось. То есть, слоев практически не видно, потому что крошка просто вся промокла от крема. Все равно мы с удовольствием этот тортик съели, потому что крем просто невообразимо вкусный. А крошку песочную, кстати, можно и не делать. Можно просто купить готовое печенье и перемолоть его в блендере. Тогда вообще заморачиваться будет не нужно. Ну и вот такое вот меню на ближайшие 2 дня у меня получилось. Легкий вкусный куриный супчик с клетками, обалденное наваристое жаркое, куриные голени с булгуром запеченное в духовке, очень ароматный винегрет, так называемый тортик пломбир без выпечки, ну и, конечно же, мой супер вкусный низкокалорийный десерт. Естественно, что все новые рецепты будут в описании к этому видео. Ну и если оно вам понравилось, то не пожалейте, поставьте пальчик вверх, а я прощаюсь с вами до следующего видеоролика. Всех люблю, всех целую, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok